МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За окном снега в Доме Советов уже готовятся к ремонту дорог. На заседании правительства области глава региона анонсирует старт больших дорожных работ в Оренбурге. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Коллеги, главы всем. Здравствуйте! Короткое приветствие. Денис Паслер переходит сразу к делу. Начинается заседание не с общей повестки, а с предстоящего дорожного ремонта. В области появится новая программа по ремонту гравийных дорог. С учетом обращений граждан на состояние дорог, конкретно гравийных дорог в наших районах, селах. Все-таки рассмотреть отдельную программу. Самое главное, соответственно, увеличить финансирование на 24-й год, когда мы сможем весной приступить. За лето, соответственно, принести ряд дорог межпоселковых в нормативные состояния. Понятно, что дорог много, понятно, что все не сделали, но отдельную программу с объемом финансирования не имеется 700 миллионов рублей. Спасибо вас разработать. Министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Палухин докладывает о разработке отдельной программы. 700 миллионов рублей разделят за 20 муниципалитетов. Абдулинский городской округ 10 километров, Александровский район 24,4 километра, Осикеевский район 24,4 километра, Бугрусланский район 3,1 километра, Грачевский район 20 километров, Ильевский район 18, Красногвардейский 21,7, Курманаевский 28 километров, Матвеевский район 16,5, Новосергиевский 10,2, Октябрьский район 80,5 километров, Первомайский район 22,9, Переволодский 8,8 километров, Пономаревский 33, Сакмарский 31, Сорочинский городской округ 10, Ташинский 18, Тотский 10, Тюльганский 10, Шарлыцкий 10. Сакмарский район, Весеннюю распутницу ни пройти, ни проехать. В редакцию РТ обратились жители сразу трех населенных пунктов. Белоусовка, Орловка и Северный. Люди писали нам с просьбой помочь. Каждый год жители опасаются застрять на дороге, Особенно если дело касается скорой или пожарной машины. У меня сгорел дом, Вызывали скорую помощь соседи, Она приехала очень поздно, Не могла, потому что дорога была плохая, Пожарка приехала, через 50 минут одну почти дом сгорел. И таких случаев очень много, Потому что дорога вообще невозможная. Мы сидим и не можем выехать, Или уедем туда, не можем вернуться. Вообще не проехать в деревню. Я сидел на автобусе и буксовал. Асфальта, конечно, нам никто не положит. Ну хотя бы заровнять как-то, засыпать можно все это. И такая проблема в большинстве населенных пунктов. Особенно во время осенних дождей или весной, Когда активно тает снег. Сокмарский район, кстати, тоже в списке ремонта дорог на 2024 год. Планируют осыпать свыше 30 километров. Губернатор подчеркивает, Впервые в истории Оренбургской области появится такая программа, Которая касалась бы именно гравийных дорог. В основном это глинистые участки, Сложные в эксплуатации, особенно в межсезонье. Общая притяженность отремонтированных гравийных дорог В 2024 году составит свыше 329 километров. Они будут сделаны с добавлением инертного материала, щебня. То есть не просто грейдированы, а приведены в нормативное состояние. Полностью программа сформирована. Все деньги будут за счет Дорожного фонда Оренбургской области, Главного управления Дорожного хозяйства Оренбургской области. То есть глава муниципалитетов, муниципального образования, Никакого софинансирования, ничего этого права не будет. Уже начали формировать запасы материала. К 1 апреля все должно быть готово к началу сезонных работ. Сейчас материалы все-таки завестись, потому что делать из той же глины, Которой дороги превращаются, бессмысленно, мы прекрасно понимаем с вами. Поэтому здесь, конечно, завоз должен быть в свое время завершен. Все на то, что мы и дороги с вами закроем, известно уже, когда. Поэтому надо до этого времени все успеть сделать, Чтобы за летний период мы эти сотни километров прибыли в поезд. Александр Палухин говорит о полной дорожной программе на этот год. В ней участвуют все 42 муниципалитета области. Общий объем средств по программе 7 миллиардов рублей. Глава ведомства говорит, сумма беспрецедентная. Главное, чтобы все территории активно включились в работу. Объемы большие. И важно правильно спланировать каждый из этапов, Чтобы работа была выполнена качественно и в отведенные сроки. Редактор субтитров А.Семкин